Фахверковая конструкция находится только на втором этаже, где заполнение пенобетона. А первый этаж выполнен полностью из монолитного пенобетона, облицованного декоративным материалом. Это один из первых вариантов. И второй вариант представляется по поводу... Все здание выполнено полностью на основе фахверкового каркаса, заполнением пенобетоном. Извините. Что по этому проекту можно еще добавить? Что здесь, в данном проекте, применены все или не все классические методы пересечения балок, свойственные немецкой, голландской, ну и в том числе частично английской архитектуре. Данный проект показывает то, что этот дом легко возводится по любой технологии, включая, он делается на месте, ставятся фундаменты, и также производится на заводе с сборными панелями. Вот. Сам по себе дом... Что еще хочу заметить? Жилой дом в общей площади порядка 150-160 квадратных метров для большой семьи, то есть там могут проживать и старшее поколение, и младшее поколение. То есть достаточно просторно. Дом сам полностью функционален, потому что в нем присутствуют все системы автономности, это бойлерные, система самоочистки воды, источных вод, и отопление. Покажу планировку этого дома. Ее хорошо видно. То есть планировка включает в себя большую столовую, кухню, большой санузел, и детские комнаты на первом этаже, включая отдельный вход для бойлерной, второй выход, парадный вход с улицы, и с большой верандой выход на садовую или присадовую часть участка, с которой можно будет уже... В том числе на втором этаже присутствует довольно большой балкон. Но дело заключается не в этом, потому что задачи производственников, которые были поставлены передо мной, как перед архитектором, это попытка выполнить довольно, скажем так, элитный вид домов, которые сейчас присутствуют в Московской области, но вообще в России, которые называются факторками, они очень дорого стоят и производятся по дорогим технологиям. И для нас самая важная была задача объединить элегантность факторской архитектуры, в том числе и ее традиции, которые присутствуют уже более сотни, двухсот, трехсот лет. Слежа микрофончика. Да, двухсот лет. Объединить с современными материалами, которые позволяют, во-первых, облегчить конструкцию и убрать лишние технологии, как теплоизоляционные материалы, многослойность этой конструкции, образование таких проблем для конструкторов и архитекторов, как образование точки росы, отслаивание каких-то слоев от конструкции, в том числе деформации, потому что пенобетон, в том числе и с деревянным каркасом, классическим фактором архитектуры, они имеют одинаковую площадь, степень расширения теплопроводности. Поэтому конструкция работает одновременно, что дерево, что пенобетон, и не создает при этом никаких проблем. Если у кого-то есть вопросы по этому проекту и, в частности, по технологии, то прошу вас задать. Себестоимость и цена продажного метра? Себестоимость на данный момент определена приблизительно порядка 25 тысяч за квадратный метр этого дома, что на самом деле в 3-4 раза дешевле, чем продается квартира. То есть квартиры сейчас стоят порядка 75, а то и до 85 тысяч квадратных метров. Себестоимость товарного бетона, который произведен уже на месте, он не превышает, уже с подачи в конструкцию, в опаловку, не превышает 3,5 тысяч за кубометр. Это уже у вас в стене. Поэтому вот считайте. Я рекомендую для Московской области делать толщину стен не менее чем 40 сантиметров. Вообще 42 по новым снипам теплоизберегающим. Этого вполне достаточно. При удельном весе пенобетона 750-800 килограмм на кубометр. И вопрос такой, этажность какова? Этажность вы можете от 3-х этажей смело строить. А тем более, когда вы делаете систему фактверт, у вас же распределяются нагрузки системой балок. Системой балок вы можете строить. То есть вы можете делать панель, как несущую панель, теплоизоляционно-конструкционную. Так и просто как ограждающую конструкцию. Делая каркас и создавая систему панелей, которая у вас есть. То есть это очень... Поэтому то, что касается себестоимости, для людей, которые делают сами этот дом, то это получается в пределах 3500 рублей за кубометр в стене. Ну, нетрудно почитать, сколько вы соберете на каркас, обошьете лист цикломагнезитовый, да, с двух сторон. То есть он позволяет избежать таких моментов в отделке, как штукатурки. Этот лист очень красиво смотрится, декоративно. Еще один момент. У него очень высокая степень огнестойкости, потому что это практически огнеупорный материал. Магнезит огнеупорный материал. Вот кто знает материалы вене. И вы его спокойно можете шпаклевать, отделывать и тогда таким образом.